Приветствую вас, давайте мы с вами разберём то, что вы написали, да. Значит, начнём мы, пожалуй, с самого главного. С того, что справиться с депрессией, вот именно справиться с депрессией, значит подавить её. Подавлять депрессию, ну, понятное дело, ни в коем случае не стоит, ни в коем случае нельзя это. Очень негативно скажется на вас и на вашей дальнейшей жизни, да. Поэтому подавлять депрессию не нужно. Справляться с ней в этом контексте не нужно тоже. То есть подавлять её. Возникает вопрос тогда. А что нужно, собственно говоря, да, ну вот, в таком случае? В таком случае нужно вам раскрыть её причину. Нужно раскрыть причину вашей депрессии. Нужно понять, что за ней стоит. И если вы раскроете причину своего состояния, то я думаю, что она уйдёт. Вы не будете с ней бороться, вы не будете пытаться её, значит, подавить. И, значит, по этой причине вы сможете, значит, скорректировать своё поведение так, чтобы данное состояние вас больше не беспокоило. Теперь перейдём к тому, значит, что вы описываете непосредственно в своём тексте. Вы пишите, что ваша депрессия, ну, будем называть её пока так, образовалась, появилась из-за того, что вас бросило много людей, к которым вы привязались. Ну, привязка к людям сама по себе уже является элементом нежелательного, негативного поведения. Потому что привязываться к людям, значит, ну, именно вот привязываться к людям настолько сильно, как вы сами могли заметить, в шреватах. Вот, и, соответственно, привязка к людям не несёт ничего хорошего для вас. Но, но, тем не менее, тем не менее, правда заключается в том, что вы привязались. А, значит, на это были причины. То есть, у вас были какие-то причины для того, чтобы привязаться к этим людям. Вот, и нужно разобраться с тем, значит, что это за причины. Что они из себя представляют. Эти причины. Что вы привязались к людям. Вот. Привязались настолько, что, когда они вас бросили, вы оказались в депрессии. Вот. То есть, видимо, видимо нуждались вы в них достаточно сильно, видимо. Вникает вопрос. В чём именно вы нуждались? В чём конкретно была ваша нуждаемость в этих людях? Как эта нуждаемость проявляла? То есть, чего, грубо говоря, не хватало вам, что вы пытались получить от других? И по поводу чего вы сейчас, собственно говоря, и переживаете. Переживаете вы именно потому, что потеряли. Вы что-то потеряли. Для себя. Понимаете? Вот. То есть, нужно разобраться с тем, что именно вы потеряли. Для себя. И тогда будет понятно, откуда появилось это состояние у вас. Вот. Значит, теперь немножечко, пару слов о депрессии. Депрессия – это психическое заболевание, которое диагностируется врачом, психотерапевтом и назначается соответствующее лечение. До тех пор, пока диагноза у вас нет, нельзя говорить о том, что имеет место быть депрессия. То есть, ну, может быть, имеет место быть депрессивное состояние, подавленное состояние, но депрессии нет. Соответственно, откуда у вас информация о том, что то, что вы, значит, чувствуете – это именно депрессия. Откуда вы это решили, с чего вы взяли? Понятно, да? А чем идет речь? Сама депрессия возникает из-за подавления своих желаний. Часто из-за невротического подавления своих желаний. Невротическое подавление своих желаний – это когда вы вытесняете свои желания. То есть, вы, ну, грубо говоря, не позволяете своим желаниям реализовываться так, как нужно, естественным, скажем так, путем. Вот. Что и, соответственно, обуславливает наличие у вас узкого набора способов удовлетворения ваших потребностей. Что в итоге приводит к негативу. Вы говорите, что люди вас бросили. Ну, которым вы привязались. Вы говорите, что эти люди оставили вас. Мне думается, мне думается, что у этого есть причины и, соответственно, с причинами нужно разобраться. Смотрите, если люди вас бросили, значит, им, наверное, что-то не нравилось. Их, наверное, что-то не устраивало. Ну, вот. В том, может быть, как вы ведете себя с ними, в том, как вы относитесь к ним и так далее. Может быть, что-то делали вы неосознанно для того, чтобы они ушли. Скорее всего, я не утверждаю этого наверняка, но по опыту могу сказать, что, как правило, люди отдаляются, когда человек начинает чересчур нуждаться. То есть, если вы в них чересчур нуждались, то, возможно, именно это людей и оттолкнуло. То есть, здесь, опять же, вопрос нуждаемости в людях и вопрос в цели взаимодействия, ну, в цели взаимодействия вашего с людьми. Да? Вот. То есть, вам нужно, с одной стороны, взять ответственность на себя за то, что произошло. Значит, получить желательно полную картину происходящего, то есть увидеть, что именно делали вы для того, чтобы люди ушли. Это важно, очень важно, потому что нужно анализировать то, как вы взаимодействуете с другими, по поводу чего вы взаимодействуете с другими, значит, как вы выстраиваете отношения с людьми и так далее. Вот. И, соответственно, уже будет, будет, это будет выправлять, выправлять вашу, вашу линию поведения, вашу модель поведения. Вот. Соответственно, депрессия или какие-то негативные переживания уйдут, если вы перестанете, перестанете воспринимать то, что произошло, как потерю. Да? Вот. Вот. Но для этого нужна работа, для этого нужно анализировать вас и, значит, для этого нужно получить представление о вас, о вашей ситуации в целом. То есть, психологическая помощь, это именно взаимодействие с вами. Соответственно, возникают следующие вопросы. Что вы готовы сделать для того, чтобы решить свою проблему? Именно вы что готовы сделать и, собственно, готовы ли вы вообще что-либо делать, да? Вот. И, соответственно, чего вы ожидаете от работы с психологом, потому что, ну, надо понимать, что работа с психологом, это именно работа с психологом. То есть, для успешной реализации задачи нужно, чтобы вы тоже прикладывали усилия к тому, значит, что, собственно говоря, мы делаем. Если вы усилий не прикладываете, то, соответственно, вероятность того, что, ну, что всё получится, будет гораздо меньше. Вот. К сожалению, для того, чтобы психологическая помощь увенчалась успехом, нужны вот ваши усилия. Нужно, чтобы вы сами хотели и старались. Соответственно, если вы не готовы, да, если вы не готовы что-то делать, то, видимо, психологически вы ещё, ну, недостаточно, пребываете в эмоциональном состоянии, чтобы успешно заниматься психотерапией. Вот. Вот, я думаю, что примерно так вам можно ответить на вопрос, который вы задаёте. И, соответственно, если вы готовы, то вам нужно выбрать себе психолога на нашем ресурсе, да, и начинать работать. То есть, первое, что нужно, это выговориться, вот, и интервью провести. То есть, это, ну, это способ работы такой, один из способов работы, это интервью, вот. Ну, а дальше уже, в зависимости от того, насколько глубока ваша проблема, в зависимости от этого уже можно будет говорить о выборе, значит, методов, терапии, методов взаимодействия с вами, вот. На этом всё, на этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.